Друзья, приветствую всех! Сегодня будет жесткое видео, наверное, одно из самых жестких на канале. Некоторым даже будет неприятно на такое смотреть. Это видео не для детей. Я вам покажу другую Америку. Я вам покажу ту Америку, от которой вы будете в шоке. Погнали! Итак, что за дичь здесь творится? Гуляли мы по городу и наткнулись на такой фестиваль. Это BDSM-фестиваль. Проходит он на улице Folsom Street. На нескольких улицах вообще называется этот фестиваль Folsom Street. Проходит раз в году. И вот, блин, мы на него наткнулись. В общем, ребята, Сан-Франциско это самый либеральный, самый свободный, самый лояльный город в мире. И поэтому здесь разрешено вот все это делать. Здесь так по городу не ходят. Это отдельный фестиваль. Но каких-то фриков, конечно же, вы можете встретить по городу, но прям чтобы так, здесь такого нет. Ребята, еще хочу напомнить, что у меня не развлекательный контент. Смотрите шире на те вещи, которые я буду показывать. В общем, делайте выводы и анализируйте. Вот идет подготовка к чему-то грандиозному. Что будет дальше, не знаю, вряд ли я вам это покажу. И вот еще очередная подготовка. Так, расскажу вам, что я видел здесь такого жесткого. То, что я вам не покажу, понятное дело, даже в заблюренном виде. Ну, это ходят ребята и передергивают. Ходят, да, просто передергивают. Да, я буду очень так мягко стараться говорить. Еще самое жесткое это, когда один человек стоит рядом с ним на коленях. Парень, да. И он работает ртом. Вот. Что еще? Ну, секс, да. Секс прям на улице. Секс между мужчиной и женщиной. Так что все-таки это, наверное, не самое жесткое, да. Это не все, ребята. На выходе я увидел очень интересный процесс, да. Когда люди писают друг на друга. Человек ложится в бассейн. И все подходят желающие, мужики, женщины. И просто на него писают. А он лежит под солнышком в этом бассейне и чилит. Ну, давайте я вам покажу этот кадр. Вот так вот все это выглядит. Да, для многих это недопустимо. Это ужасно. Но, смотрите, здесь все дело в личной ответственности. Если ты не хочешь это видеть, не живи в этом городе. Я не хочу, чтобы мои дети это видели. Ну, так не живи в этом городе. Личная ответственность. Это такой город. И ты должен это принимать. Смотрите. Многие люди, знаете, от чего страдают? Они не понимают, как устроен мир. Вообще не понимают. Они тратят свою энергию на то, что они не могут изменить. Как ко всему этому относиться? Да просто примите это, что такой мир. Все. Так устроен мир. И все. И всем будет счастье. Вам, вернее, будет счастье. А если вы какой-то, не знаю, гопник из Щелябинска, который говорит, что им всем нужно бить в морду. Ну, и что из этого? Ну, и что изменится, да? Ты будешь тратить массу энергии непонятно на что. И чтобы быть выше всего этого, нужно путешествовать. Нужно расширять свое сознание, чтобы посмотреть, да, какие есть еще люди. Чтобы понять, что мир – это не только твой город. А если вы закрываетесь, мир становится тесным, и вы на все реагируете со злобой, да? Вы не понимаете, что может быть по-другому. И вы в первую очередь портите жизнь себе. Конечно же, у этой лояльности и свободы есть очень много минусов. Есть и плюсы, конечно же. Самый большой плюс, он проявляется в том, что ты можешь здесь ходить, как ты хочешь. Тебе ничего никто не скажет. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты можешь одеваться, как ты хочешь. И здесь всем будет пофиг. Да, здесь все легализовано, да, ты можешь курить травку на улице. Но самый большой минус, он в том, что этот город не пригоден для жизни. Эта свобода порождает вот такую вседозволенность, анархию. Люди там на улице колятся, ссут на улице. Очень много бездомных. Их никто не выгоняет, да. Вот свобода, да, их никто не выгоняет. Они могут делать все, что не хотят. Здесь вот, ну, все воруют, да. Здесь разбивают машины, разбивают стекла и достают там сумочки, телефоны. Здесь, если ты украл что-то на тысячу долларов, до тысячи долларов, даже полиция не приезжает, да. Вот, смотрите, ребята, увидел своими глазами. Так что все это правда. Вот стоит тачка в парке и разбито окно. Вот, короче, вам обратная сторона Америки. И для меня самый лучший город для жизни это Киев. Я обожаю Киев. Я не хотел бы здесь жить. Да, здесь можно все посмотреть, проникнуться атмосферой, но не жить. Я уже объяснял. Да, у нас, может быть, ограничивают какие-то права. Но зато у нас чисто, на улицах никто не срет в прямом смысле. Но зато здесь они с этой свободой не такие агрессивные. Они здесь добрые, они кайфуют, курят травку, да. Это не у нас. У нас люди злые. У нас люди такие злые, агрессивные. Ты че, иди сюда. Вот, да, вот наш менталитет. Ты че палишь, да. Вот это наш менталитет. Здесь нет, они все улыбаются, тебе машут. Да, он сидит себе накуренный, не знаю, там, сыт на улице. Но он, типа, он, короче, добрый, да, мирный. Так что здесь нельзя жестко это все разделить на черное, на белое. Вообще в жизни нельзя ничего вот так вот разделять. Есть плюсы, есть минусы. Так в каждой стране. Просто подбирайте город для своей жизни в соответствии со своей философией. Вот и все. В общем, вывод какой со всего этого? Если ты принимаешь мир таким, каков он есть, если ты концентрируешься только на позитивных вещах, со всего извлекаешь пользу, ты становишься выше всего этого. Тебя все это не раздражает, не парит, не бесит. Ты не тратишь свою энергию никуда, да. Ты просто становишься счастливым человеком. Вот и все. Смотрите, многие ребята, которые здесь находятся, это обычные люди, которые работают там в банках, которые работают в Гугле, в Нетфликсе. Это обычные люди. Просто для этой среды это нормально. Вот так тусить для них это нормально. Это все равно, что у нас, не знаю, после работы, не знаю, сходить на пиво. В общем, здесь это нормально. Возможно, да. Почему здесь такие крутые стартапы? Почему здесь все инновации? Потому что у людей полная свобода. У людей нет границ. У людей вообще нет границ, да. Многие ребята из Кремниевой долины ездят каждый год на эти Бернингмены, пробуют по 10 раз эту Аюаску. Вот такая здесь среда, ребята. Такая здесь среда. Поэтому здесь рождаются такие идеи, такие проекты. Теперь перемещаемся вглубь города. Я вам покажу, что творится в городе. Смотрите, какая обстановочка. Ребята, и так по всему городу, ребята, это в центре. Это недалеко от моего дома. Вот такая картина. Жена вчера хотела снять эту палатку, подошла немного ближе и увидела, как два человека кололись. Она испугалась, они начали кипишевать, она начала убегать. Возле этой палатки ссут, срут, стоит ужасный запах. И такая, ребята, обстановочка по всему городу. Вот, чтобы у нас, да, такое было на улицах. Жесть, да? Здесь везде так, ребята. Вот вам Сан-Франциско. Киев самый чистый, блин, город на планете. Я попутешествовал и понял. В общем, ребята, здесь творится просто полный трэш. На улицах много всяких перекошенных, каких-то сгорбленных, толстых. Вот вам свобода, да? Вот минус свободы. Вот вам фастфуд, вот вам наркотики. Ездят в тачках, бухают, курят косяки. Просто вообще полная свобода, полный трэш. Все грязно. Вот чувак что-то рисует на асфальте. Там вон чувак крутит косяк. Это тоже хрен его знает, что делает. Ну вот такая здесь обстановочка, ребята. У нас на улицах вы столько коллег и наркотиков не увидите. Здесь, ну, просто через каждые, не знаю, 3 метра наркоман. Через каждые 3 метра бомж. И вот так вот в центре, ребята. У нас, ну, максимум, да, какие-то алкаши. И то в каких-то спальных районах валяются под лавочками. Все. Да, может быть, здесь у них в Сан-Франциско больше свободы, но меньше, я думаю, здоровья, да и счастья. Эти же все люди. Это же, блин, ну, несчастные люди. Так что, ребята, это еще один повод ценить свою страну. Я вам все рассказываю чисто со своего опыта, со своих наблюдений. Это не какая-то статистика, ребята. Все, что увидел, то вам и рассказываю. Вот как здесь на самом деле. В общем, ребята, на этом буду прощаться. Огромное вам спасибо за то, что досмотрели весь этот трэш до конца. Пишите обязательно в комментариях свои выводы насчет увиденного. Ну и вообще пишите все, что вы думаете, да, насчет этого. Всем пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok